Лиминальный рак 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 Это, конечно, как я уже говорил, это резистентность первичная, вторичная, нередко это не соответствует и многих гистихемических и молекулярных характеристик опухоли, о чём мы узнали сравнительно недавно. Ну, естественно, с течением заболеваний это рост мутационных нагрузок. Так и одевантная терапия. Хорошо известно, что гормонотерапия, в частности внедрение тамксифена, улучшила показатели выживаемости приблизительно на 50%. Но также хорошо известно, что, допустим, в три-трижды негативном или херопозитивном раке рецидивы возникают в течение пяти лет. При рецепторжеопозитивном раке они возникают после пяти лет. Возникает вопрос, что делать с этими больными. Проведено ряд исследований, наиболее известный это АТЛАС, это пролонгированное лечение, то есть назначение дополнительно пять лет тамксифена после пяти лет тамксифена. И, в общем-то, показано увеличение показателей как безрецидивной, так и общей выживаемости. В метаанализе ABCCG также показано улучшение показателей как общей, так и безрецидивной выживаемости. Были проведены и другие исследования, которые касались эффективности ингибиторов ароматаза, в частности, литрозола после пяти лет тамксифена или десять лет терапии литрозолом. Были показаны также улучшения безрецидивной выживаемости, хотя это никак не сказалось, к сожалению, на общей выживаемости. Тем не менее, ингибиторы ароматаза оказались несколько эффективнее, чем тамксифен. И вот вы видите большой список исследований, которые уже завершены. В принципе, тут перечислены различные сочетания, то есть это переключение с тамксифена на литрозол, продолжение тамксифена, продолжение ингибиторов ароматаза после пяти лет. И основные выводы были сделаны такие, что назначение пролонгированной гормонотерапии детерминировано менопаузальным статусом. И в зависимости от этого назначается то или иное лечение, либо это тамксифен, либо это переключение на ингибиторы ароматазы, в том числе с подключением овариальной супрессии. Но в то же время все проходит бесследно, тут есть свои осложнения. Если количество осложнений при тамксифене действует не так уж и много, то при ингибиторах ароматазы их достаточно большое количество. И вот это, наверное, наиболее существенное, то есть сердечно-сосуистое заболевание, обострение или появление и переломы. Видите, практически вот там, где указано красным, нарастание количества осложнений, в том числе приходилось прерывать лечение из-за этих осложнений. Но по сравнению с химиотерапией, конечно, их спектр намного ниже. Что касается овариальной супрессии у больных в премьерном паузальном периоде, также были проведены исследования, хорошо известный софт и текст. И было показано, что при сравнении дополнения овариальной супрессии к тамксифену и к зимистану, наиболее эффективна схема оказалась при добавлении овариальной экспрессии к ингибиторам ароматазы. В чем тут выделена особая группа? Наиболее эффективность доказана у больных моложе 35 лет, которые ранее получали химиотерапию. Если они не получали, особого эффекта не было. Кроме того, такой вариант лечения эффективен у больных, которые получали химиотерапию и остались премьерно-паузальными. Далее, если говорить о выборе химиотерапии и гормонотерапии в качестве одевантного лечения, конечно, существует гетерогенная группа, о чем я с вами говорил. Это группа высокого риска, где, по всей видимости, нужно назначение химиотерапии и низкого риска. Однако, как показали Амендак и Тейлер, существует еще группа промежуточного прогноза, и непонятно что, давать химиотерапию или гормонотерапию. И вот эти исследования показали, что в этой группе промежуточного прогноза химиотерапия и гормонотерапия, в общем-то, ранее эффективны. Но все-таки у больных молодого возрастом, моложе 50 лет, все-таки желательно назначать химиотерапевтическое лечение. Тут показатели выживаемости безрецидивны лучше, достоверно лучше. Ну и исследование Миндакт. Здесь уже, если там использовался онкотайпдикс, тут здесь мамопринт. Также группа промежуточного прогноза. И было исследовано, что же лучше химиотерапия или гормонотерапия. Также было показано, что все-таки химиотерапия в общей группе несколько лучше, хотя разница не очень большая. Но при подгрупповом анализе оказалось, что у больных молодого возраста различия безрецидивной выживаемости 5%. Это, конечно, существенно. И в результате авторами была предложена вот такой алгоритм лечения больных промежуточного прогноза. Что касается других вариантов улучшения прогноза в одиумантном режиме, сейчас проводятся несколько исследований, которые касаются оценки эффективности ингибиторов циклинзависимых киназ. Это касается и оценки и рибок циклиба, и палба циклиба, и объема циклиба. Но надо сказать, что исследования пока что не завершены, хотя набор материалов некоторых уже закончен. Нам остается только ждать результатов. Но хочу сразу же отметить, что, допустим, пенелоп B является так называемым не совсем одиумантным лечением. Это так называемое постнеодиумантное лечение. Такое лечение уже хорошо известно для трижды негативного, для херпозитивного. Это Креетикс и Катрин. Исследования, которые подтвердили эффективность капицитабины и ТДМ в качестве постнеодиумантного лечения. Сейчас мы посмотрим, что будет в этом отношении для рецепторов положительных, для лиминального рака молочной железы. Неодиумантная терапия тоже достаточно важный фрагмент лечения рецепторов позитивного рака молочной железы. И, допустим, о гормонной терапии раньше практически не говорили. Мы назначили просто химиотерапию и этим ограничивались. Но в результате ряда исследований, в том числе проведенных в России, в МИЦ онкологии, было показано, что, в общем-то, гормонная терапия по эффективности не уступает химиотерапии. Более того, как было показано в нашем исследовании, частота органосохраняющих численно была выше. Хотя достоверно не отличалась, но все-таки численно была выше. То же касалось и выживаемости. Были тенденции к улучшению выживаемости, хотя они не достигли статистической значимости. Но самое важное было достичь равной эффективности с химиотерапией у больных в постменопаузальном периоде. То есть больных все-таки более-менее благоприятного прогноза. И вот в настоящем времени проведено достаточно большое количество исследований, оценивающих эффективность неодевантной гормоны терапии. В основном это были сравнения ингибиторов ароматаза и тамоксифена. В ряде исследований было доказано преимущество ингибиторов ароматаза, хотя и не во всех. Было доказано увеличение количества органосохраняющих операций. Одно из исследований, ОКОСОК Z1031, видите сравнение сразу трех ингибиторов ароматазы. Тут также не было выявлено каких-то различий в показателях выживаемости и частоте органосохраняющих операций. Но сейчас появился новый виток в неодевантном лечении. Выполняется так называемая тестовая гормонотерапия, которая позволяет оценить эффективность такого лечения. Что же выбрано в качестве теста? Выбран уровень КИ-67. Было совершенно четко показано, что изменение КИ-67 влияет на эффективность лечения, на частоту местных рецидивов. Вы видите, проведено также те же самые исследования, в которых оценивался КИ-67. Но это не совсем тестовый режим, там была полноценная гормонотерапия. Но, тем не менее, было проведено такое исследование, как ПЭТИК. Вот тут как раз-таки истинная тестовая гормонотерапия в течение двух недель. Она показала, как изменение уровня КИ-67 влияет на частоту рецидива. Вы видите, что если не меняется КИ-67, если он низкий, или он был высокий и стал низким, то показатели безэцидивной выживаемости достоверно ниже, если уровень КИ-67 был высокий и не изменился. Помимо уровня КИ-67 сейчас используется такой индекс, как предоперационный эндокринный прогностический индекс, который учитывает размер опухоли, учитывает статус лимфатических узлов, уровень КИ-67 и уровень рецепторов эстрогенов. И он совершенно четко показал, что при индексе равном нулю, то есть высокой эффективности гормонотерапии, показатели безэцидивной выживаемости выше, чем при ПЭПе от 1 до 3. Вот то же самое исследование АКОСОК, которое изучало и ПЭПе, и в том числе КИ-67, которое указало, что уровень 10% является тем пограничным уровнем, который позволяет определить прогноз заболевания. Вы видите, что при уровне КИ-67 более 10% через 2-4 недели после биопсии явно ухудшает прогноз заболевания. Следующий альтернет, который был представлен в этом году на АСКО, было сравнение трех групп, это анострозол, фульвестрант и комбинация анострозол с фульвестрантом. Мы пытались оценить воздействие на уровень КИ-67, но каких-то разницы не получены между группами, но тем не менее было показано, что если уровень КИ-67 был низким, то он лишь в единичных случаях повышается. В основном, в более чем 90%, практически в 100% случаев он остается низким или снижается еще больше. Это говорит о том, что нет особой необходимости выполнять бесконечное количество биопсии для оценки КИ-67 в этой группе больных. И в то же время было отмечено, что у 2-3 больных с КИ-67 более 10%, через 4 недели маркер снизился до менее чем 10%, что также сказалось неэффективности лечения. Но отдаленных результатов пока что нет, так что будем их ждать. Но в данный момент проводится такое исследование, как Амбрелла, оно затагивает все биологические по типу, но нас интересует только иллюминальная, а рак здесь компиляция. Тут используются и уровень КИ-67, и данные онкоптайп ДХ. И в зависимости от этого планируется лечение. Либо это будет только гормонотерапия, либо это будет дополнительная химиотерапия. Результатов тоже пока что нет исследования. Но кроме того, в неодевантном решении исследуются и другие, так скажем, таргетно направленные препараты ингибиторы ПИ-3К и ингибиторы циклинозависимых киназ, но в частности хорошо известная НИА-АПАЛ, где было сравнение литрозол плюс палубоциклип с химиотерапией. В общем-то, тут не достигнуто улучшение показателей в отношении повышения количества полных морфологических регрессов при эндокринотерапии, но тем не менее, явно улучшение показателей в отношении количества органосохраняющих операций и снижение КИ-67 тут достигнуто. Вот подобные исследования НИА-АПАЛ, НИА-МОНАРХ, ЭПАЛЕТ. Здесь уже сравнение не с химиотерапией, а здесь сравниваются группы ингибиторы арматазы и вторая группа – это ингибиторы арматазы плюс ингибиторы циклинозависимых киназ. И, в общем-то, во всех группах было получено снижение уровня КИ-67, что говорит об эффекте лечения, а в двух исследованиях, кроме того, был достигнут и полный морфологический прогресс. Он пусть будет небольшой, но тем не менее, все-таки он был достигнут. Если сделать краткий вывод по данному разделу, то все-таки, несмотря на то, что в основном применяется при высоком риске рецидива химиотерапии, зачастую все-таки сейчас склоняется больше к гормонотерапии, а учитывая то, что внедряются и новые таргетно направленные препараты, то, скорее всего, в дальнейшем мы ограничимся только гормонотерапией. Далее, метастатический рак. Это достаточно сложная группа процессов, учитывая то, что если при первичном раке у нас есть какие-то временные рамки касательно проведения системного лечения, то тут их нет. Рано или поздно в любом случае возникает резистентность к тем или иным препаратам, качество жизни больных снижается, достаточно большое количество нежелательных явлений при проведении химиотерапии. Естественно, возникает вопрос, а не перейти ли здесь на гормонотерапию. И как было показано в целом ряде рандомизированных исследований, что действительно эндокринотерапия, в общем-то, не хуже, чем химиотерапия, а по некоторым показателям она даже лучше. И вот если взвешенно подходить, то увидите, что по показателям времени без прогрессирования медиана, что химия, что гормонотерапия, они практически идентичны. И в настоящее время имеется такая тенденция при метастатическом раке, все-таки, если есть возможность, то проводить по крайней мере три линии гормонотерапии и потом уже думать о каких-то других воздействиях, либо химиотерапии, либо таргетной терапии. Но тут тоже есть свои ограничения. Вот если посмотреть на ряд рандомизированных исследований, которые сравнивают тамосифен и ингибитор ароматазы, в общем-то, время медианной без прогрессивной выживаемости ограничивается практически годом. Но в тех исследованиях, где добавляется еще афольверстрант, тут действительно улучшаются показатели выживаемости. Вы видите, до 15 месяцев, а если ранее не было гормонотерапии, и до 16 месяцев. Но, тем не менее, все-таки эффект бывает исчерпан. И, конечно, прогрессом явилось внедрение ингибиторов циклинозависимых канонокиназ, которые позволили, видите, практически двукратно увеличить показатели безрецидивной выживаемости и плобоциклип, и рибоциклип, и абиомоциклип. Видите, что двукратное увеличение выживаемости безрецидивной, как в первой линии, так и во второй линии лечения. И вот если сравнивать эти препараты с традиционным фульвостраном и анастрозолом, то показатели выживаемости тут действительно будут также выжить, даже несмотря на то, что, допустим, плобоциклип, он был исследован в группе плохого прогноза, то есть там практически большинство больных были гормонорезистентны, в отличие от исследования Фёрст и Фалкона. И даже в такой ситуации было доказано, показано улучшение показателей безрецидивной выживаемости. Ну и, кроме того, и у больных с висцеральными метастазами было показано улучшение выживаемости. Если, допустим, при фульвостранте улучшения нет, в отличие от больных без висцеральных, то в отношении плобоциклипа явное улучшение показателей безрецидивной выживаемости. Кроме того, ингибиторы циклинозависимых каноназ позволяют отсрочить назначение химиотерапии практически 3 года, даже более 3 лет, и это очень хорошие показатели как в первой линии, так и во второй линии лечения. Ну вот здесь сравнение полбоциклибы с капицитабином, в общем-то, было показано, что ингибиторы роматазы в отношении безрецидивной выживаемости, они лучше значительно. Исследование персифалия останавливаться не буду, потому что уже сегодня не раз было показано данное исследование сравнения двух схем, но тут тоже, видите, не было никаких различий выживаемости. Но, к сожалению, токсичность, да, токсичность повышается, в основном это гематогенная токсичность, от этого никуда не деться, появляются новые препараты, появляется новая токсичность. Но, несмотря на то, что развивается резистентность к этим препаратам, тем не менее, все-таки эффект от дополнительного лечения после этого есть. Ну, какие препараты назначать после этого? Ну, в частности, достаточно важный путь Питрикей, я не буду останавливаться, я уже бываю со временем, но, тем не менее, было совершенно четко показано, что ингибиторы данного сигнального пути, они влияют на безрецидивную выживаемость практически у всех больных негативно, но если мы применяем препараты, направленные на ингибирование данного пяти, в частности, алпелисеп, то показатели выживаемости, они, в общем-то, улучшаются. Мы не говорим пока что об общей выживаемости, но безрецидивная выживаемость явно лучше. Далее, парп ингибиторы также доказали свою эффективность, в частности, сначала аллопориб, а в последнее время и талазопориб. Было такое исследование, как Эмбрака проведено, было показано улучшение показателей безрецидивной выживаемости в группе талазопориба по сравнению с терапией по выбору врача. Но, тем не менее, вот эти последние слайды у меня уже совершенно четко показаны, что все те препараты, которые назначаются дополнительно или после гормонной терапии, они обладают, конечно, нежелательным явлением. Их достаточно большое количество, но, тем не менее, конечно, это, наверное, не тот спектр, что при химии терапии. И, тем не менее, вот эти препараты позволяют долго оставаться на плаву гормонной терапии и продлевают, по крайней мере, безрецидивную выживаемость и улучшают качество жизни этих больных. Спасибо за внимание. Извините, что перебрал. Спасибо. 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 Продолжение следует...